Я знаю, что вы высказывались публично в печати по поводу политики нынешнего украинского правительства. Вот вам как кажется, все? Вот как наблюдателю со стороны, все ли там в порядке? Нет, не все. Я хотел бы просто извиниться сразу перед украинцами. Я не хочу лезть в вашу внутрополитическую кухню, но на мой взгляд, довольно очевидная вещь, что вот прошел уже год и никаких явных успехов не видно. При том, что есть набор вот нескольких человек, международных экспертов, типа Андерса Осланда, которые все время хвалят, да, вот эти реформы. Но год это много, коллеги, год это много. И, скажем, Егор Гайдар, меньше чем через два месяца, когда он пришел в правительство, он сделал такую реформу, которая до сих пор нам построила просто другую экономику, которая живет. Я хочу сказать две вещи очень важные. Первое. Вы должны понимать одну простую историю. Вы советуете, да? Да, это хороший дружеский совет. Ваше конкурентное преимущество украинское, это то, что у вас очень мобильное население, то, что у вас относительно конкурентная среда по сравнению с Россией. Сильная сторона ваша, это малый бизнес, самозанятость населения. Нельзя этой сфере повышать налоги. Это то, что может вас в период депрессии, когда у вас не работают крупные предприятия, не работают государственные институты, вот это то, что может вас вытянуть. Но просто пришпильте себе, я не знаю там куда, на холодильник или куда, вот просто пришпильте себе листок бумаги. Нельзя повышать налоги. И красным подчеркнуть. А сейчас мы наблюдаем. А сейчас вы наблюдаете то, что у вас Яценюк любит говорить о том, что у вас сократилось количество налогов. Но вы просто поговорите с вашими малыми бизнесменами. Почему они не в Москву приезжают на это жаловаться? Что там прежде всего с введением налога на имущество, но у них в целом выросла налоговая нагрузка. Это просто нельзя делать. Второе, о чем я хочу сказать. Я понимаю, почему это происходит. Я в конце 90-х работал в российских правительственных структурах на вот среднем уровне, который как раз вел эти переговоры с МВФ. МВФ это люди, которым плевать на развитие. Их волнует только один вопрос. Это бюджетная стабильность. Вот я извиняюсь, что прямо говорю, да. Они готовы все угробить. Да, они дают дешевые деньги правительствам стран, которые в нужде. Но это не единственный источник. Ну поезжайте к западным странам, попросите у них напрямую донорскую помощь. Молодец.